Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Вконтакте, в телеграм-канал и также можете добавиться на канал Трова. Это стриминговая площадка, где я периодически буду делать прямые эфиры и, собственно, смогу с вами поболтать с глазу на глаз, так скажем. У нас, ребята, в прошлой серии получилась очень сложная игра против Лацо в одной восьмой лиге конференции. Сегодня мы сыграем в одной четвертой, может быть, одну игру, может быть, две. И, в принципе, по моим подсчетам где-то осталось, наверное, три серии, ну максимум четыре. Это при супер каких-то хороших раскладах, что мы будем в большинстве матчей играть, а не симулировать и продвигаться по турнирам, потому как сезон уже близится к своему завершению. И, ребята, Джеймсу Дэвису осталось всего лишь 9 голов забить до рекорда. Точнее, 9 голов, чтобы сравняться, 10 голов, чтобы побить рекорд. И осталось в чемпионате нам провести всего лишь 8 матчей. Так что, друзья, нужно забивать. Забивать как можно чаще, как можно больше. Вы усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и давайте отправляться на первую игру. Домашняя встреча против Штутгарта. И, как мы видим, у нас снова есть небольшая усталость, а соперник полон сил. У них хороший состав. И, ребята, погнали. Многие, ребята, ждут новых карьер на канале. Я думаю, как раз-таки вот мы сделаем небольшой перерыв в карьере Джеймса Дэвиса. Я имею в виду, не заканчиваем ее, когда у нас закончится сезон в Дортмундской Баруси. Просто как раз это будет время начала новой карьеры. Не там они, скорее всего, будут чередоваться. Потому что сейчас на канале из футбола у нас в основном только Джеймс Дэвис. И некоторым ребятам это чуть-чуть уже поднаскучило. Хочет какого-то разнообразия. Я вас прекрасно понимаю. И, ребята, скоро все будет. Джеймс Дэвис. Бьет поворотом. Мяч рикошетит и залетает в сетку. 1-0. Джеймс Дэвис. Ребята, честно скажу, не ожидал. Не ожидал, что так залетит мяч. Но это удача, которая сейчас улыбнулась Джеймсу Дэвису. Били мы в противоположный угол, но мяч отрикошетил от ноги соперника. Дезориентировал вратаря. И залетел в противоположный уголок. Я надеюсь, что все-таки этот гол запишут на счет Джеймса Дэвиса. Да, так и есть. 24-й матч. 33-й гол. И мы, ребята, все ближе к рекорду. Ну и хорошо, что получилось забить очень быстрый мяч. Снова в первые 10 минут мы смогли отличиться. Но посмотрим теперь, что покажет Штутгарт. У них тоже хороший состав. И сейчас Малин по флангу пролетает. Подача в нашу штрафную. Удар поворотом и гол. Не дотянулся Вандервуд. И вот так вот спустя пару минут Фекир сравнивает счет в этой встрече. И тоже такой довольно необычный удар. Далеко было. Но Фекир не побоялся пробить головой. И послал мяч в дальний угол. Вандервуд оттолкнулся. Но, к сожалению, для нас отбить не сумел. 1-1. Вот такое вот начало в первые 11 минут. Вот Штутгарт подходит к нашей штрафной. Это снова Малин. Передача налево. Все чаще левым флангом. У них пока идет атака. И там пытаются они либо прострелить, либо подать. Но наши защитники молодцы. Справились. И нужно бежать уже в контратаку. Ой-ой-ой-ой. А вот это привоз. Но мотив. Ну что ж ты делаешь? Ты так легко отдал мяч, которому первый подбегал. Подача на дальнюю штангу. 2-1. Вот это, ребята, звоночек. И кто? Снова Фикир забивает? Нет. Тиаго Томас. Но здесь, конечно, мне кажется, полностью ошибка лежит на мотиве, который должен был догонять мяч. В итоге зачем-то упал в подкат. Пытался сдержать соперника. Потерял своего оппонента. И пошла хорошая подача на дальнюю штангу. Вот так вот Штутгарт, ребята, забивает 2 за 26 минут. И мы уже в роли догоняющих. Джеймс Дэвис. Попытался пробить, но успел соперник здесь накрыть удар. Снова Джеймс Дэвис. Есть свободная зона. Удар Дэвиса в дальний. Штанга добить. 2-2. Какой жаркий первый тайм, ребята. Команды забили уже по два гола. Не повезло Дэвису в этом эпизоде, что он попал в штангу. Но зато на добивании успел партнер. И Дэвис классно бахнул. И, по-моему, Калдерон забивает. Да, это именно он. 35-я минута. У нас ничья 2-2. И мы продолжаем. 40-я минута. И снова Штутгарт по флангу. Идет в атаку. Пошла подача. Но на сей раз Вандервуд забирает мяч в руки. Быстро вбрасывает Иона Дэвиса. Ну и надо, ребята, бежать. Но пока Джеймс Дэвис совершенно один. Ушли от подката. Забегает. Забегает партнер. Дойдет ли дело до удара? Нет, не доходит. И там еще фолл со стороны нападения. Максимально жаркий первый тайм. По два мяча забили команды. У нас выходит Гарпус. Гарпус вместо Александра Головина. Не знаю уж, как правильно произносится его фамилия. Но, ребята, матч весьма не простой. Команды играют на хороших скоростях. Команды пытаются придумать что-то в атаке. Снова Джеймс Дэвис. Еще одна попытка удара. Но здесь мяч не опустился как следует. Раздосадованы болельщики. И Дэвису нужно сейчас действовать поаккуратнее. Потому что сил не очень много. И потратив их все, у нас может не хватить просто выносливости на концовку. Здорово, Джеймс Дэвис. Ну а кто дальше? Кто дальше поможет? Дэвис залетает сам в штраф. Ну и бьет в дальний, ребята. Вот это Дэвис. Здесь он взял игру на себя. Это его дубль. Это 3-2. И снова Дортмунд выходит вперед. Все меняется по ходу этого матча. И здесь повезло, что Млакар увел соперника. Еще один защитник убегал до этого за Джонсом. И в итоге Джеймс Дэвис, взяв игру на себя, поражает. Дальний угол. Это 3-2. Опасная атака Штутгарта. Удар по воротам. Вандервуд. Красавчик. Снова предъявляет он обороне. Но здесь действительно его заслуга. То, что он смог спасти команду угловой. Опасный перевод мяча. И было положение вне игры. Здесь нам повезло, ребята. Если бы офсайда не было, то Штутгарт мог бы уже и сравнять. Опасно прорвались. И снова Вандервуд. Какие-то чудеса показывает. Ребята, зная, как устроена FIFA, рано или поздно все может закончиться. Еще один выход нашего вратаря. И он снова спасает команду. Раз за разом начинаем проваливаться в центре поля. Раз за разом соперник идет вперед. Еще один удар по воротам. И был офсайд. А здесь на добивании уже был игрок Штутгарта. Еще один удар. И снова Вандервуд. Ребята просто тащат какие-то мертвые мячи. Перевод налево. Прокидывают мяч в центр. Наш ребята-капитан заблокировал еще одна передача. Джеймс Дэвис. Попробуем выиграть вверх. Здорово. Мы не пропустили. Дубль Джеймса Дэвиса приносит нашей команде победу. И очень важные три очка. Сейчас, ребята, у нас товарищеские игры, которые мы быстренько просимулируем. Посмотрим, как завершится игра. Надеюсь, что Джеймс Дэвис сможет все-таки немножко отдохнуть. Здесь победа 2-1. И Дэвиса поменяли. Он не забил. Но ничего страшного. Ну а теперь игра против сборной Аргентины. Давайте смотреть, как здесь проведет эту встречу наша команда. Джеймс Дэвис чуть-чуть пришел в норму. 2-1 поражение. И здесь Дэвис, ребята, забивает. Игра против Баруси Менгенгладбах. Они идут на 13-м месте. Давайте этот матч просимулируем. Посмотрим, как завершится игра. Да, здесь плюс-минус наш состав уже восстановил силы. Видимо, после перерыва на сборную. Ну и, ребята, это победа. 3-2. И здесь, к сожалению, Джеймс Дэвис не забил. У нас игра против Баруси Менгенгладбах. Которые идут на 13-м месте. И, ребята, вот так вот выглядят стартовые составы. Мы, наконец-таки, поднабрали форму. Видимо, перерыв на сборную пошел на пользу нашей команде. Успели все отдохнуть. Но я надеюсь, сыгранность не ухудшилась. Так что погнали на игру. 34 гола забил Джеймс Дэвис в уже прошедших матчах. Осталось не так много игр. Это 28-й тур. И нужно, ребята, забивать. Сейчас очень важно забивать в каждом матче. Желательно по несколько голов, чтобы мы смогли в итоге побить рекорд. До самого рекорда осталось, как я понимаю, 7 голов, да? Но еще нужно забить восьмой, чтобы рекорд был побит. А матчей осталось всего ничего. Где там наши игроки? Джеймс Дэвис! Ну же, удар в дальний! Дэвис бьет, но спасает вратарь. Хороший был момент. Давайте попробуем домашнюю заготовку. Сейчас нужно пользоваться всеми доступными средствами, чтобы забить. Дэвис, удар! Пенальти! Это пенальти, ребята! Мяч попадает в руку сразу несколько игроков. Баруси и Мюнхенгладбах перекрывали удар. Ну какие? Какие здесь могут быть вопросы? Мяч отчетливо попадает в руку. Джеймс Дэвис подходит к 11-метровой отметке. И, ребята, сейчас нужно забить. Удар! Мяч в сетке! Друзья, это очередной гол Джеймса Дэвиса! Седьмая минута! С 11-метровой отметки он выводит Барусию Дортмунд вперед. Ликуют фанаты. Минди, конечно, расстроен. Но... Сейчас, ребята, мы должны думать о себе, а не о сопернике и о том, кому за что обидно. 1-0! 35-й гол Джеймса Дэвиса. Он уверенно идет к рекорду. Заводит трибуны. Ну и отлично. Отлично, что получилось снова забить очень быстрый мяч. Это уже наша визитная карточка. Первые 10 минут забить быстрый гол. Ну а потом уже игра начинает раскрываться. Классная передача на Дэвиса. Он выскакивает к воротам соперника. Бьет и забивает второй. Вот так вот, ребята, Джеймс Дэвис делает дубль. Ну отдохнула команда. То, чего не хватало в последних матчах, сейчас с лихвой все компенсирует. Здорово открылся Дэвис. Успел переложить под левую. Казалось бы, защитник сблизился, но нет. Не хватило доли секунды, чтобы выбить мяч. 36-й гол Дэвиса. Ну а вот уже и атака Баруси Менкингладбах. Они через левый фланг сейчас пытаются вскрыть нашу оборону. Пошла подача. Джеймс Дэвис. Энна Саре, открывайся. Маккенни. Классная передача в разрез. Диас по левому флангу залетал в штрафную, но было положение вне игры. Видели, куда Диаса занесло? Если в жизни сейчас он в Ливерпуле, то в нашей карьере, ребята, он находится в Баруси. Менкингладбах. Снова Маккенни. Хорошая передача. И Вандервуд. Вот уже и наш голкипер вступает в игру. Много по ходу этого сезона в нашей команде менялось. Голкиперов. Но вот Вандервуд на удивление действует очень здорово. Я, честно сказать, даже не знаю, откуда он. Ну а сейчас Джеймс Дэвис пытается убежать. На рывке залетает в штрафную соперника. Джеймс Дэвис. Удар. Хэт-трик. Хэт-трик Дэвиса. И никаких вопросов, ребята. И брейк-данс. Брейк-данс от Джеймса Дэвиса. Когда он полон сил, он готов разорвать любого оппонента. Ну и здесь он все сделал сам. Залетел в штрафную, катнул в дальний. И это, ребята, 3-0. За 34 минуты. Очередной хэт-трик Джеймса Дэвиса. Здесь, конечно, они пытаются что-то придумать. Пытаются пойти вперед. Но сегодня на кураже действует Дэвис. Ну и наша оборона поддодохнула. Так что силы есть, чтобы обороняться. Хорошая передача на Диаса. Передача дальше. И снова Вандервуд. Но и был офсайт. Еще один удар поворотом. Повезло, что это не пенальти. Продолжается атака. Снова отбился соперник. Джеймс Дэвис. И перерыв. У нас 51-я минута. Соперник заработал аут вблизи наших ворот. И они сейчас пытаются что-то придумать. Кто-то может сказать, что Джеймс Дэвис слишком много забивает. Но, ребята, несли Роберт Ливандовский в жизни сумел забить 41 мяч. Почему этого не может сделать Джеймс Дэвис в игре? Энна Сыриим. Открывается сейчас Дэвис. Принимает передачу. Разворачивается. Бьет и забивает четвертый. Ребята, Джеймс Дэвис сегодня уничтожает соперника. Как же здорово мы здесь разобрались. Как же классно все это было. И действительно... Джеймс Дэвис сегодня хорош. Развернулся. Пробил еще и между ног. Защитнику мяч залетает. Энна Сыри покидает поле. Млакар выходит вместо него. 56-ая минута. Мы его тоже благодарим за хорошую передачу. Перевод на левый фланг. И здесь снова дотягиваются наши защитники. Но продолжается атака Боруси. Еще один выстрел. И снова Вандервуд. Ребята, он сегодня просто стена. Откуда уже только не били футболисты Боруси и Менхенгладбах. Но наш вратарь раз за разом спасает. Еще один эпизод. Но вот здесь я слишком, видимо, его перехвалил. Обидно. Обидно. Что он пропускает именно такой мяч, когда отражал сегодня восхитительные удары. А здесь мяч отрикошетил от него и залетел в ворота. И снова Дэвис. Свободная зона. Удар шведкой не очень сильно. Минди забрал мяч намертво. И остаются считанные минуты до конца этого матча. Джеймс Дэвис. Млакар. Снова Дэвис. Ну, арбитр, зачем же ты свистнул и не дал довести эту атаку до конца? Это, ребята, 4-1. Очередной покер Джеймса Дэвиса. И все ближе он к рекорду Бундеслиги. У нас, ребята, четвертьфинал Лиги Конференции. Здесь мы попали на Драбзам Спор. Весьма интересный соперник. И то, что они вышли в четвертьфинал, уже говорит о том, что они будут биться, ребята. Мы начинаем первый матч четвертьфинала на выезде. Так что поехали. 1-8 для нашей команды получилась очень непростой. Там все решалось во втором матче. И он получился просто, ребята, на заглядение. Джеймс Дэвис решил все в концовке. Перевернул ход встречи в пользу своей команды. И смог вывести Дортмунд в четвертьфинал. Как сейчас сложится ситуация, я, честно сказать, не знаю. Но мы будем, ребята, биться до самого конца. Забросик на Дэвиса. Очень неплохая передача. Джеймс Дэвис принимает мяч. Пытается сейчас накрутить соперника. Дэвис. Энна Сыри. Снова Дэвис. Заскочили в штрафную. Пас под удар. А удар-то будет, ребята. Никто не хочет бить его только сейчас. Энна Сыри попытался ударить. Но этот удар сложно назвать опасным. А вот разрезающая передача уже в сторону наших ворот. Но здесь справляются наши защитники. Джеймс Дэвис. Хороший пас. Джеймс Дэвис. Энна Сыри. Удар его по воротам. Дотянулся галкипер. Ну а дальше, к сожалению, мяч сохранить не смогли. Молодцы. Молодцы наши защитники. Здесь неплохо отбились. Энна Сыри. Вверх проигран. А это ребята Джики. Посмотрите-ка, куда его занесло. Во многих командах мы находим каких-то хорошо нам знакомых футболистов. И это интересно. Это интересно. Вот это вот развитие. Кто где может оказаться по ходу долгого количества времени, проведенных в карьере. Пас на Дэвиса. Здорово. Удар в дальний. Не очень сильный. Джонс. Снова Дэвис. А что там? Оффсайт. Ну а Трапзамспор все чаще вот так вот через забросики на фланг действует. Они смещаются к центру. Удар по воротам и гол. Вандервуд ошибся, ребята. Перехвалил я его, видимо, в прошлом матче. И здесь какой-то шальной выстрел. Вильнул прямо перед галкипером. И Трапзамспор по-хозяйски выходит вперед. Но, честно, неожиданный, неожиданный такой мяч залетает в ворота. Не очень сильно. Казалось бы, мяч летел довольно близко с нашим вратарем. Но Вандервуд спасти не сумел. В итоге хозяева вышли вперед. Дэвис. Передача в центр. Удар. Еще один, ребята. И мяч заскакивает в ворота. Один-один. Вот это, честно скажу, был нежданчик. Наверное, такой же, как и первый гол хозяев. Только сейчас я заметил, что Марк Ройс сегодня в старте. В кубковом матче все чаще ему дают поиграть. А здесь, ну, посмотрите, просто невероятный парашют. АЗ пока выигрывает у Лестер Сити. 1-0 на выезде. Краснодар играет в ничью. Ну и у нас пока ничья. 1-1. Посмотрим, чем нас порадуют старые. 45 минут могли забить еще как одни, так и другие. Будем надеяться, что сможем забить в итоге мы. Здесь мяч здорово отскакивает к Джеймсу Дэвису. Дэвис удар по воротам. Потащил вратарь. Полетел в штрафную соперника. Дэвис удар в дальний. Снова вратарь тащит. Еще один удар по воротам. Мяч прокатывается рядом. Был рикошет и угловой уже в пользу. Трапзам спора. Головин выходит вместо Марка Ройса. Подача есть. Удар по воротам тоже. И Вандервуд в игре. Опасная передача. Удар по воротам. 2-1. Трапзам спор забивает второй. 65-я минута. Я говорил, ребята, что с этими парнями нужно быть очень внимательными. Не просто так они вышли в четверть финала. И они сейчас в домашней встрече забивают второй мяч. Ну и классная передача получилась. Здесь рассыпалась немножко наша оборона. И хороший четкий удар под дальнюю штангу. Еще один перевод на свободную зону. На правый фланг залетели в нашу штрафную. Надо бить. Удар Дэвиса. Мяч ныряет в угол. Ребята, 2-2. Джеймс Дэвис забивает гол. Но вот не только у соперника мяч может нырять в ворота. Но и Джеймс Дэвис может огорчить соперника, казалось бы, в не самом очевидном моменте. На удачу пробили. Но, ребята, эта удача нам улыбнулась. Джеймс Дэвис забивает гол. Сравнивает счет. И посмотрите, мяч тоже так ввильнул. От голкипера примерно так же он ввильнул, как и от нашего вратаря при первом голе Трапзам спора. Джеймс Дэвис. Головин. Неплохо. На серии скидка на Дэвиса. Дэвис. Пенальти. Это пенальти. Джеймс Дэвис за 10 минут до конца зарабатывает 11-метровый. И желтую карточку для капитана хозяев. Но здесь Дэвис шел до последнего на этот 11-метровый. И сейчас очень важно забить. Дэвис берет разбег. Бьет поворотом, ребята. И снова переигрывает голкипера. Это 3-2. Джеймс Дэвис. Забивает, ребята. И выводит Борусю Дортмунд вперед. Какой матч. Как все быстро меняется. Казалось бы, не так давно Трапзам спор был впереди. 2-1. А уже 3-2 в пользу нашей команды. Но это футбол. У Трапзам спора просто нет такого футболиста, как Джеймс Дэвис. Но и мы тоже. Не без потерь, ребята. И тут же контратака. Матип, ты свеженький. Ты должен встретить соперника. А Матип упускает его. Удар поворотом. И вот он Вандервуд. Но и был офсайт. Закончились. Три минуты. Трапзам спор идет еще в одну атаку. Отбиваются наши защитники. И все. Ребята, мы вырываем тяжелейшую победу. В первом матче четверть финала Лиги Конференции. Но в следующей серии нас ждет ответ на игра. Я надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Вступайте в телегу. Подписывайтесь на Троу. Все ссылочки есть в закрепленном комментарии в описании. Ну а с вами был Локи. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok